Здравствуйте, дорогие друзья! Наша недельная глава Ишлах. В нашей недельной главе подробно рассказывается о встрече Исава и Иаков. И что интересно, на чем я хотел заострить ваше внимание, что именно эта встреча произошла после рождения Исэфа. Пишется, пока не родился Исэф, эта встреча не должна была происходить. После того, как Исэф родился, Иаков понимает, что теперь уже он может спокойно идти на встречу. Иаков понимает, что можно идти спокойно на встречу с Исавом. Вот, нечего бояться. И после этого ему раскрывается Всевышний. Что же есть такое в Исэфе, почему так важно, чтобы он родился, для того, чтобы прийти на встречу к своему брату, который на самом деле идет тоже ему на встречу, как мы знаем, и 400 человек у него с собой. Эта цифра нам будет тоже важна, почему именно 400 человек. Они идут на встречу, они приближаются, они готовятся к встрече. И очень важно понять историю конфликта, историю конфликта между Яковом и Исавом. Пишется из поколения, поколение Эйсов сана Якова. Эйсов ненавидит Якова. За что Эйсов ненавидел Якова? Потому что Яков забрал его благословение. И у него была обычная ненависть. Почему? Он взял что-то мое, что принадлежит мне. То есть взял одного, принадлежит мне. Из-за этого, как считал Исаав, он не получил это благословение. Не потому что оно должно было принадлежать Якову, как мы об этом с вами поговорим. А потому что он считал, что Яков забрал то, что принадлежит ему. И из поколения в поколение этот конфликт продолжался. И он продолжался на протяжении долгих лет и долгих поколений. И мы знаем, что Амалек это потомок Исава. И этот Амалек раскидан из поколения в поколение. И с ним была святая война. И вот этот конфликт, он идет из поколения в поколение. Очень интересная вещь, которая пишется в наших пророках Пишется, что в будущем еврейский народ спросит у Исаава За что ты нас ненавидишь? Исаав ответит очень просто Именно за то, что вы ненавидели Исаава Та же причина Та же причина, как вы ненавидели Исаава Та же причина, если у меня ненавидит вас Вы взяли то, что не принадлежит вам То есть, это ненависть, это зависть абсолютно И это другие вещи Давайте рассмотрим причину ненависти братьев к Иосифу И тогда мы поймем, в чем она схожа с ненавистью, которая была у Исаава Известно, что братья завидовали Исааву К Исааву было особое отношение отца И братья завидовали Исааву И он дал Исааву рубашку Братья завидовали Исааву Потом продают его в рабство Потом делают разные вещи Все эти вещи, как мы понимаем, они завидуют, что кто-то получил больше, чем они То есть, они понимают, что как бы из-за того, что к Исефу есть такое отношение То к ним отношения гораздо меньше Теперь, все, что касается подхода Подхода, о котором мы говорим Подход Исаава Исаав считал его подход в жизни Он считал так Что если кто-то что-то приобретает в этом мире От этого кто-то другой получает меньше То есть, определенная зависть Если кто-то в этом мире чего-то добивается Если кто-то это есть То это за счет того, что кто-то получит меньше То есть, почему не я Это определенная зависть Человек смотрит на другого человека Видит, что он чего-то добился Он начинает говорить О, вот он добился Вот это вот И он начинает его даже ненавидеть Просто потому, что у того есть А у меня нету Не потому, что я не добился того А потому, что у того есть То есть, самый основной эффект Самое основное направление По которому идет ненависть Это то, что у другого есть А раз у него есть Значит, в мире этого стало меньше Значит, у меня этого стало меньше Если кто-то другой что-то имеет, значит, я этого не имею. Следственно, в мире не может быть достаточно благ. Если где-то что-то уходит, значит, где-то что-то приходит. Если где-то что-то приходит, значит, где-то что-то уходит. Закон физики. Понятно. И так подходил Эйсав к этому миру. Он считал, что Яков от того, что он получил благословение, из-за этого я не получил. То есть, и то же самое другое. Из-за того, что кто-то, скажем, завтра получит должность какую-то, то другой получит меньшую должность. И мы знаем вообще вся история ненависти и вся история вот этих зависти, которые выводит человека из этого мира, очень страшна. Мы знаем, что завидующий человек, это самое страшное, что может быть, одно из самых страшных вещей. Завидующий человек, который завидует, он съедает себя своей ненавистью, съедает себя своей завистью. Это невозможно объяснить. Помните, на предыдущих лекциях мы с вами говорили и объясняли какой-то из лекций, почему есть зависть и почему нету зависти. Как можно избежать зависть? Если мы знаем, что все, что в нашем мире идет от Всевышнего, то другой человек не может быть препятствием тому, чтобы это пришло. Да, я вы помните говорил, никто не может у меня забрать то, что хочет мне дать Бог. И никто мне не может дать больше, чем то, что Бог не хочет, чтобы я получил. То есть, никто, я не могу забрать ни копейку, которая принадлежит другому человеку. И у меня тоже не могут отобрать то, что принадлежит мне, если Всевышний этого не хочет. Да, понятная вещь. И поэтому мы говорим, так пишут в книге Таня, что человек, который злится, он подобен идолопоклоннику. Почему он подобен идолопоклоннику? Потому что человек считает, что то причина того, что со мной сегодня произошла какая-то неприятность или невзгода, кроется в том человеке, который виноват в этом. Что если бы этого человека не было, тогда у меня было бы все хорошо. А если этот человек появился, значит у меня все плохо. Вот этот человек является причиной моих неудач, причиной моего падения. Или другого человека берут на работу, и тебя не взяли на эту работу. Вот это не было бы этого другого человека, меня бы взяли на эту работу. На самом деле не так. То, что появился человек, это говорит о том, что такая была задумка Всевышнего. И если мы знаем, что каждому человеку, который родился в этом мире, у него есть свои таланты, свои способности, у него есть основная задача в этом мире. И если ему не дали какую-то должность или он не достиг, он должен стремиться быть лучшим, стремиться делать духовный подъем, материальный подъем, работать, зарабатывать, двигаться, двигаться вперед. Но тем не менее, он не может завидовать другому, потому что у другого есть, а у тебя нет. Почему? Потому что если у другого есть, то это задача другого человека. То есть мы можем не завидовать, скажем, президентом Америки. Потому что далеко мы не можем быть президентом Америки. Но тем не менее, мы можем начать завидовать и ненавидеть человека, у которого есть то же самое, чем занимаешься ты. Это на каждом уровне. Скажем, лектор. Кто-то делает, готовится с утра до вечера, делает шикарные лекции, красивые. Приходит какой-то другой лектор и менее подготовленный, менее делает. И дает какую-то лекцию, которую он прослушал, и к нему относятся больше. И человек другой говорит, вот как это так, он забирает у меня. Или приходит два человека, один занимается той же отраслью, что и ты. Это нормально. То есть он как бы, это ненормально становится. Ты понимаешь, что он отнимает твой хлеб. Открылся магазин на той же улице, он отрывает у тебя хлеб. Но на самом деле подход должен быть другой. Что у Всевышнего хватит и прокормить тебя, и прокормить второго человека, и третьего. И дать всем, и будет твой слушатель, и будет слушатель другого человека. И то, что ты это даешь, и то, что тебя слушают, это то, что Всевышний этого хочет. И то, что такое получается, тоже Всевышний хочет. И то, что есть какие-то в мире вещи и какие-то встречи. Это зависит от того, какое у тебя общение с Богом. И от того, какая задача возложена на тебя Всевышним. На тебя возложена задача быть раввином, делать лекции. Ты будешь делать лекции, будешь раввином. Если ты постараешься это делать, конечно, должен проявить участие. Если ты занимаешься каким-то другим делом, который открыл магазин. И этот магазин должен приносить доход. И ты делаешь что-то. И кто-то открывает второй. Значит, одно из двух. Или это твоя проблема, или это не твоя проблема. Мы поняли, о чем я говорю. Поэтому я продолжаю лекции. Мне немножко трудно говорить. Уже поздновато. У меня будет очень много интересных встреч на этой неделе. Поэтому давайте продолжим. На самом деле, Юсеф, я забегу вперед и скажу. Юсеф – это полная противоположность Исау. Это другой мир. Другой взгляд. Другой глаз. Другой глаз на этот мир. То есть, есть Ань Това, Ань Раат. Есть плохой глаз. Есть хороший глаз. То есть, Юсеф – это совсем другой глаз. Мы начнем понимать это, когда поймем, почему мы уже разговаривали об этом. Якоб выбирает Рахель. Якоб видит в Рахеле идеал. Это идеал праведницы. Это идеал праведницы, который соответствует тому, что Якоб видит. Именно этот взгляд, который есть у Рахель, и мы увидим, какой взгляд. То есть, это взгляд хорошего глаза. Смотрите пример. Один из самых наглядных примеров, которые мы видим в предыдущей главе. Какой пример? Что Рахель ждет Якова 7 лет, долгих лет. Он ей обещает жениться. Она знает, что Яков принадлежит ей, как бы по природе вещей. И тут подменяет ее сестру. И она понимает, что если она не даст знаки своей сестре, и благодаря этим знакам Якоб не узнает свою сестру и не отличит ее от Рахель, то есть, он Лею не отличит от Рахель, благодаря этим знакам, она не будет опозорена. Что было в голове у Рахель? У Рахель в голове было другое. Как я понимаю. Во-первых, она говорит, что если Якоб будет моим, он будет моим все равно. Если наверху это суждено. Да, он будет моим все равно. Не важно, что он сейчас женился на Лею или еще что-то. Значит, или мне не дано это, или Якоб будет моим. У Всевышнего нет невозможного. То есть, Всевышний сам решит этот план. Но сейчас меня интересует неопорочий сестру. И я не боюсь, что сестра возьмет чего-то, что-то мое. Потому что это еще не мое. То есть, если это мое, это принадлежит мне. Никто мне не сможет это добрать. Ни Лея, никто не сможет это добрать. Ту любовь, которую Якоб проявлял Рахель и Леи долгие годы. Якоб проявлял Рахель и любовь долгие годы. Это была его любимая жена. Несмотря на то, что первая жена его была Лея. Потому что Рахель пустила в свой дом Лею. Не боясь, что Лея заберет что-то, что принадлежит ей. И мы это видим, вот этот вот подход, это просто уникальный подход. То есть этот подход, который противоречит вообще какой-то логике, которая есть у многих других людей. У многих других людей есть какой-то, скажем, бизнесмен или еще что-то, или человек, с которым ты должен работать, и ты хочешь с ним встретиться. И ты боишься, что кто-то другой встретится с ним, и он раньше, чем ты, сделаешь этот бизнес. Или еще что-то, к примеру. Или скажем, как есть спонсор в Хабане или еще где-то, и ты к нему подошел, он тебе что-то там дает, это твой спонсор, и кто-то другой подошел, и тебе кажется, не дай бог, что может быть он что-то у тебя забирает. Не может он у тебя забрать другой то, что принадлежит тебе, как ты не можешь забрать у другого то, что принадлежит ему. И это называется добрый взгляд. Это взгляд на мир другим взглядом. Ты сможешь на мир другим взглядом. Ты знаешь, что есть Бог в этом мире, что Бог дает, и ты не боишься, что у тебя кто-то может что-то отнять, потому что никто не может у тебя ничего отнять, что тебе не принадлежит. Это не говорит, что, ну не дай бог, это не наша религия, тебе ударили по одной щеке, поставь другую, нет. Ты должен делать, ты должен делать действия, ты должен стремиться, если это бизнес, бизнес иногда требует резких движений, ты должен что-то делать. Но, тем не менее, ты всегда должен ощущать, что если это не пошел бизнес, или еще что-то не случилось, это не потому, что кто-то другой в этом виноват, потому что сверху так хотели. То есть такая задумка Всевышнего, ты сделал все возможное, оно не получилось, не получилось. Ты должен понимать, что все в этом мире зависит от Бога, и это основная идея, которая была у Исепа и у Рахеля. Рахель готова была пустить в свой дом другую женщину, свою сестру, не боясь, что сестра может что-то забрать, то, что изначально было по договору принадлежало ей. Потому что если по договору принадлежит ей, это будет принадлежать ей, и мы видим, как история случилась. Именно поэтому Яаков так сильно восхищался своей женой. Он восхищался Рахель, он ее очень любил. Те качества, которые были у Рахель, она никогда после этого ни разу, ни разу не сказала Лее, что ты забрала моего мужа, что это мой муж. Ты вообще там вошла в дом по-другому. Ни разу не сделала ни одного упрека, потому что она понимает, что это то, что так случилось, потому что так хочет Всевышний. И поэтому здесь не время вспоминать, что было, или какие-то там обиды, или что. Нет обид, у нее нет обид. Она идет вперед, она двигается по своей жизни. То есть ей не важно, что происходит, да? То есть она не возвращается к тому, что было. Она ни разу за всю жизнь не сказала, Лее, а ты на самом деле не должна была быть. Я должна была быть на твоем месте, да? То есть и она ни разу это не говорит. Вы представляете? То есть и это говорит о том, что она особенная. И поэтому Яаков так хотел Рахель. Но Рахель была без детей. И Яаков боялся, что этот взгляд на жизнь так и останется с Рахелью. Она так и умрет, потому что наверняка, раз в ней нет детей, нет продолжения этого взгляда, нет потомства, которое будет продолжать этот взгляд, значит в этом мире этот взгляд не удерживается. Значит все должны жить как Исар, завидуя, не дай бог, или еще что-то. Но будут жить. А дальше такого добра не происходит. Но когда родился Юсеф, он понял, что есть продолжение Рахель. Есть продолжение Рахель, и он может идти к Исаву, потому что у него есть доказательства того, что в этом мире можно жить по-другому. И доказательство это Юсеф, который родился. И мы увидим, как на протяжении истории Юсеф являлся доказательством совсем другого пути. Юсеф полностью показывает, что есть другой путь, примером всей своей жизни. Во-первых, мы помним, как Юсеф, когда идет встреча с Исавом, он выходит вперед и защищает свою мать от взглядов Исева. И сразу получает благословение, которое говорит, комментатор объясняет его, что дурной взгляд не власти над Исефом. Что за благословение, что дурной взгляд не власти над Исефом. Что Исеф идет над дурным взглядом. Он идет выше, он идет выше, потому что его взгляд совсем другой. Он получил особое благословение. И мы это видим с вами, начиная с истории братьев, которые продают его в рабство. Относятся к нему сначала плохо, потом продают его в рабство. Да, он попадает в рабство. Потом он попадает в тюрьму. В тюрьме к нему тоже ни за что. Парень попадает в тюрьму ни за что. И к нему в тюрьме он не задает вопрос, почему я здесь. Он не унывает. Другой человек бы все, он бы покончил жизнь самоубийством. Одни неприятности, я бы какую-то шлемазу. За что? Он бы кричал, за что? Он бы не останавливался, он бы шел дальше. Но тут мы видим совсем другое. СССР говорит, раз я попал в тюрьму, значит здесь есть какая-то причина. Я приводил вам историю с Рубашкиным. Когда Рубашкина посадили в тюрьму, он сказал, раз меня посадили в тюрьму на такой срок, наверняка здесь в тюрьме есть какая-то задача, из-за которой я здесь оказался. И он начал одевать людям твилин, учиться с ними впервые. Даже начал делать обрезание для взрослых в тюрьме. Мы об этом говорили в других лекциях, поэтому мы перейдем дальше. И мы видим, что СССР, когда приследили людям два плохих сна, а какие, что вы сидите грустные, он им говорит. А как в тюрьме можно сидеть? Это что, курорт Майами или еще где-то? Это не курорт, что тут радоваться и отдыхать. Это тюрьма. Поэтому понятно, что в тюрьме человек сидит грустный. Но тем не менее, что он говорит? Почему вы сидите грустные? А теперь самое интересное событие, о котором мы говорим. Наконец-то происходит встреча с братьями. И СССР сначала к братьям относятся по определенным, для того, чтобы поставить, наоборот, спасти их, поставить их в такое положение, в котором был он, для того, чтобы они раскаялись и пришли к божественности. Пришли к хорошим вещам. Но самое важное, после того, как это все заканчивается, все это испытание, которое СССР им сделал, заканчивается. Он говорит, а теперь не ссорьтесь. Не из-за вас я сюда попал, потому что Всевышний закател. Потому что голод, и нужно кормить вас, и кормить всю семью нашу. И поэтому Всевышний меня послал. Каким путем, сейчас это не важно. Но вы здесь ни при чем. Ни вы меня сюда послали, ни из-за вас я сюда оказался. А потому что Всевышний хотел, чтобы я был практически как царь в этом городе, в этой стране. Для того, чтобы содержать вас, помогать вас и двигаться дальше. И поэтому у Исэпа нет никакой зависти. Представьте себе любого сейчас сценария. То есть, наоборот, сейчас вы фильмы или еще что-то написал сценарий. Как он их убивал, как он их мстил, как он их потом... Нет, вообще нет. Даже когда умирает отец, они думают, что может сейчас Исэп поменяется. И Исэп стал очень обидным. То есть, он сказал, как вы могли так вообще подумать? Он вообще не держал зла. Это и есть хороший взгляд, который был у Исэпа. Этот взгляд полностью был противоположным Эйсэму. Почему у человека есть радость, когда он мстит? То есть, ему кто-то сделал подросток, а он мстит и думает, ну вот сейчас. Но он получает радость. Почему? Это путь Эйсэм, это не наш путь. Сделай тебе человек. А чем тебе легче стало того, что ты ему отомстил? Чем? То, что ты моральное удовольствие посадил в тюрьму, ты там над ним поиздевался, то он тебе там сделал, я ему сделаю то же самое. Что? Что? Это не наши методы. Это не наш путь. Не наш путь вот этом. И не только в этом. То есть, человек, почему он радуется, когда кому-то плохо? Почему он приходит в уныние, когда у кого-то есть успех? Об этой вещи я хотел поговорить. Человек видит, что у другого, это путь Эйсэма. Человек видит, что у другого успех, и ему плохо от того, что у него есть успех. Это элементарная зависть. Приезжал ко мне мой друг, мой сосед, друг из Одессы, с которым мы здесь сидели. Он стал бизнесменом. Слава Богу, у него все материально хорошо, я надеюсь, лучше, чем у многих других. Не в этом смысл. Смысл в том, что когда мы сидели и говорили вообще понятие дружбы, то есть, там говорил, что друзья, как бы я пытался показать, что друзья в трудную минуту, это важно. Он сказал одну фразу, которую я запомнил, то есть, я ее и раньше понимал, но он это так красиво сказал, и на меня это произвело еще больше впечатлений. Он сказал, друзья нужны не только, когда тебе плохо. Друзья нужны, когда тебе хорошо. Потому что только с настоящим другом, ты по-настоящему можешь разделить радость. Потому что, когда ты делишься радостью всем да друзьями, они в душе ненавидят тебя. Они в душе говорят, как я его ненавижу, потому что он достиг этого. То есть, у них начинается какая-то зависть, ненависть, и они готовы тебя сожрать, и все. Да, они тебе могут улыбаться, да, они могут говорить. Настоящий друг будет радоваться, когда у тебя есть успех. Потому что он всей душой, всеми силами хочет, чтобы у тебя был успех. И ему от этого хорошо. Почему хорошо? Потому что он знает, что от того, что у тебя был успех, это не значит, что у меня что-то забрали, или у меня что-то отняли. И поэтому это не должно быть, как в том анекдоте, когда мужик споймал золотую рыбку, и говорит рыбкой, я буду исполнять все твои желания. Да, только с одним условием. Все, что будет у тебя, у твоего соседа будет в два раза больше. То есть, он там просит лучшую машину, у соседа в два раза лучше. Просит лучший дом, у соседа в два раза лучше. Все, что он не просит, у соседа в два раза лучше. Он подходит и говорит, рыбка, рыбка, выколи ты мне один глаз. Человек получает удовольствие, что у него есть один глаз, а то у соседа выкололи два глаза. Окей, это путь Эйсава. И Эйсава, говорю, что в мире по-другому невозможно. И Эйсава делает противоположность. Именно он встречает Эйсава своим взглядом. Именно он показывает ему, что этот мир не джунгель. Здесь можно жить по-другому. Здесь можно изменить подход. И как изменить подход? Это очень интересная есть история, которая может дать понять, что может быть, когда ты меняешь свой подход, свой взгляд. Я расскажу сейчас эту историю. Эту историю рассказал Рам Акриш. И он говорит, что есть Макдональдс. То есть в Америке есть Макдональдс. Ты знаешь, как Макдональдс работает. Ты заказываешь, потом подъезжаешь. То есть стоишь в очереди, подъезжаешь. И тебе там это блокнот даешь 10 долларов. Тебе дают там блюда с Макдональдса. И ты едешь дальше. И вот стоит один человек. Там проехал один. Второй. У одного человека, он не помню, куда он положил кошелек. И он начинает двигаться. А люди, которые стоят сзади, начинают нервничать. И они хотят сэкономить время. Покушать в дороге. А тут вместо того, чтобы получить этот Макдональдс, там кто-то начинает искать кошелек. Он поискал. В одном кармане нет. Во втором бардачке. Там все. Сзади мужик начинает ему сигналить, сигналить. Чем куда-то опаздывать или спешить. Непонятно, он ему сигналит. Тот не находит. Еще он там двинулся. Чуть-чуть зацепил другую машину. Тот выскакивает. Материт его. Плохо с ним разговаривает. Кричит на него. Проклинает свой день. Проклинает все, что есть на свете. Все. Я хочу рассчитаться за этого человека, который сзади меня. Проклинает учиться. Вы слышали, как он вас назвал? Вы хотите за него рассчитаться? Он говорит, наверное, у него был тяжелый день. Наверное, ему было плохо. Я хочу ему сделать что-то хорошо, чтобы у него настроение поменялось. Может, чтобы он не кричал. Пожалуйста, я хочу оплатить. Он говорит, ну, знаете, он не на 10 долларов заказал. Он заказал на 50. На 50. Хорошо, вот 50 долларов. Я оплачиваю. И уезжает. Подъезжает тот. Все. То есть, покупает этот заказ. Берет свой заказ. Те говорят, за вас оплачено. Кто за меня оплатил? Вот тот вот человек. Тот человек, которого я сейчас оскорблял, заплатил за меня. Вот это вот. Почему? Что? Чего вдруг? Он говорит, он просто думал, что у вас тяжелый день. Он вас задержал. Он хотел сделать вам что-то приятное. То есть, он вам это оплатил. Человек не может даже сказать спасибо этому человеку. Потому что человек уехал. Он держит эти деньги. Все. На которые он хотел заплатить. Он не знает, что делать. Он думает, а, знаешь, что я сделаю? Он говорит, я оплачу человеку, который стоит сзади меня. Да? То есть, он говорит, какой у него заказ? Вот я оплатил. И уезжает. Какой-то следующий человек. Ему говорят, за вас оплачено? Он говорит, что за меня оплачено? Кто за меня оплатил? То есть, кто за меня оплатил? Он говорит, он рассказывает эту историю. Что эта история, что тот поссорился с этим. Он кричал, наверное, за него заплатил. Он сказал, раз так. Он говорит, а, раз так. А я заплачу за предыдущую. И так вся очередь. Вот кто-то платил за другого. Передавал деньги, платил за другого. И все приехали с хорошим настроением. О чем это говорит? Что человек, который, в принципе, излучал какой-то негатив. После того, как ему сделали добро, он сам тоже начал излучать добро. То есть, немножко света отодвигает темноту. То есть, ты ему сделал свет, и отодвигает темноту. То есть, как бы, свет действительно пробивает темноту. И тут, это парадоксально, что человек, который являлся причиной негатива, стал причиной хорошей вещи. То есть, есть еще одна важная вещь, которую мы не сказали с вами. Это благословение Ефраема и Минаша. Здесь вообще потрясающе. Мало лишь того, что это было Есефа, это пошло его детям. Этот подход пошел его детям. Смотрите, Ефраем и Минаше. То есть, Минаше, он старше, Ефраем младше. Что делает отец Яков, когда благословляет? Он меняет руки, он скрестил руки. То есть, скрестил руки, и все. И Есефа становится нехорошо. Он говорит, папа, этот ребенок старше. То есть, ладно, если бы он взял этого ребенка, который старше, который младше, отвел в отдельную комнату и сказал, я тебе даю отдельное благословение, которое больше, чтобы брат не слышал. Но он на глазах у брата говорит, ты знаешь, твой младший брат, он тебя выше. То есть, что должно быть у ребенка, особенно у детей? У детей должно быть, как бы, он выше, вот он вот. И знаете, как иногда братья друг друга, не дай бог, ненавидят. Да, они там улыбаются, все могут, не дай бог, ненавидеть братья. Только за то, что тот добился чего-то большего. И что ответ в этот? Ответ в этот говорит, что у него ничего не было у брата. А, раз Ефраем выше, ну, выше, конечно, выше, так выше. То есть, я не сопротивляюсь этим. Он выше не потому, что он, значит, Всевышний, значит, у него такой ответ. Может, он действительно выше. То есть, у него нету такой зависти, что они оба братья, оба вместе росли, оба умные, оба хорошие. Тот говорит, это тоже будет праведным ребенком. Но этот его превзойдет. И после этого, как мы благословляем своих детей? Посмотрите, обратите внимание. Мы благословляем мальчикам из Симха, Лакимки, Ефраем и Минаши. То есть, благодаря тому, что Ефраем и Минаши повели себя так, что у Минаши не было зависти к Ефраему, благодаря этому мы видим, как Всевышний благословляет еврейский народ. Именно Ефраем и Минаши, не Яковом, не Авраамом, не Ицхаком. Авраам и Ицхак тоже там благословение, мы говорим это. Но основное благословение мы получили именно вот это. Ефраем и Минаши. Мы знаем, что впоследствии, я рассказывал уже в какой-то лекции, то же самое было с Аароном и Маше. Маше в шоке, как он пойдет к фараону. Есть Аарон, старший его брат, который уже там тоже, он тоже лидер. То есть новый лидер, как он его встретит? Уже было такое, все несгоды были о ссоре двух братьев. Ничего. Аарон его встречает как положено, и поэтому Аарон заслуживает, чтобы его дети были коинами. То есть тоже ими благословлял, и именно он благословлял еврейский народ. Вот это качество, в которое нет ненависти, приводит к тому, что человек может благословлять народ. То есть это качество, от которого идет основа благословения. И качество, когда у человека нет ненависти, приносит благословение везде. То есть приносит благословение не только тому, у кого нет ненависти, но и тому, у кого рядом с ним находится. Люди, у которых нет зависти, приносят благословение в этот мир. И мы это видим на примере, на примерах, которые мы сказали вместе с вами. Мало ли что, мы скажем еще одну важную вещь, потому что мы видим, что именно противостояние этому миру идет как раз у потомка Бенемина. Да, Бенемин это тоже Юсефф, это брат Юсеффа. Потомка Бенемина, колено Бенемина идет. Кто борется с Амолоком? Кому Маше говорит, иди и воюй с Амолоком. Что Маше не умел воевать? Мы знаем, что Маше умел воевать. Он потом пошел и воевал и с Огом, и с другими. Но с Амолоком будешь воевать ты. Потому что Амолок пришел воевать, потому что он нас ненавидит. А почему он нас ненавидит? Из-за этого подхода, о котором мы сказали. Ненависть, зависть и все остальное. Поэтому нам нужен кто? Нам нужен потомок Бенемина, который является противоположностью. У него есть силы, он пойдет воевать. Это был Ишуа. Кто дальше мы знаем? Потомок Амолека. Ну, кто потомок Амолека? Потомок Амолека это Агак. То есть, после Гага, кто мы знаем? Это Аман. Кто воюет против Амана? Это Истера Мардыхай. Опять же, колено Бенемини. То есть, опять же, колено, которое стоит над завистью. Над этим. Поэтому, ребята, давайте перестанем друг друга любить. Перестанем. Не будет зависти. Эта зависть это абсолютно ненужная вещь. Мало ли что, что ненужная, она выводит нас полностью с этого мира. И нас, и окружающих, и все вместе. Это страшная вещь. Зависть это страшная вещь. Не хочется жить, когда рядом с тобой человек, который завидует. Он мешает жить, потому что это непонятная вещь. То есть, это вещь, которая, вероятно, понятная, но это вещь, которая не наша. Не наш подход. Мы должны все сделать, чтобы эту зависть искоренить. И когда у другого есть удача, мы должны радоваться, что Всевышний ему дает. Именно наша радость позволит и ему процветать, и нам процветать. Потому что, я еще раз повторяю, никто никогда не сможет взять то, что принадлежит мне, без того, что Всевышний да захочет. И наоборот. Я не смогу взять ни у кого, что мне не принадлежит. Как бы ни старался. Да? Это даже, это немыслимо, к чему мы приходим, не дай Бог. И не могу я не сказать, тоже там, спасибо у нас был, слава Богу, Миньян. Человек, который очень много помогает Хабаду. Вообще, не только у нас, я думаю, не только Хабаду. Да? То есть, его заслугу был Миньян. Он так сделал, чтобы у меня он попросил. С ним приехали евреи, был Миньян. Вот. И это получилось так, что это было в день свадьбы Рэбэ. То есть, это тоже особый случай, я считаю, что это ему особое благословение. Потому что человек связан с Рэбэ даже над тем, что он это понимает. Даже иногда мы не осознаем, насколько эта связь прочна и насколько Рэбэ связан с нами. Для этого я хотел рассказать историю, как один еврей ехал на машине, он ездит на машине. И он слышит по радио урок Рэбэ, он слышит по радио урок Рэбэ, еврей был простой. И Рэбэ там объясняет в какой-то стихе, это известная вещь, которая есть от Баушемтова, что человек спускается в этот мир для того, чтобы сделать одно доброе дело. Какому-то помочь какому-то еврею. Для этого уже достаточно, чтобы он спустился в этот мир. Что делает правильный еврей? Правильный еврей принимает это в действие. Он проезжает. И что он видит, что на обочине стоит машина. Стоит машина, он проехал, потом он вернулся. Раз Рэбэ говорит, может это и есть то, ради чего он спустился в этот мир. Он делает парсул, возвращается, приезжает к этому человеку, спрашивает, ты еврей? Оказался, да, еврей. Он помог ему, то есть взял его на прицель, оттащил машину в безопасное место, посадил его, тот человек опаздывал на самолет. Он привез его домой, взял его жену и говорит, я вас отвезу. Он говорит, что, друг, нет, может ты какой-то там не такой человек, дальше я могу такси. Он говорит, раз я начал делать доброе дело, я отвезу. По дороге я вам объясню, почему я это делаю. Они садятся в машину, и он ему начинает по дороге объяснять. Я слышал стиху, Рэбэ сказал, поэтому я сделал, как Рэбэ сказал. Тот человек говорит, ты знаешь, я вообще еврей, да, то есть не просто еврей. Я еврей, который в результате Холокоста перестал соблюдать. То есть я был маленьким, когда был в Холокосте, я перестал соблюдать, я обиделся на Бога, я ничего не соблюдаю. Но тем не менее я вижу человека настоящего, настоящего еврея, который вот так вот живет. Я понимаю, что это случай с неба. Говорит, я хочу тебя отблагодарить. Он говорит, мне не нужна благодарность. Я это делаю не потому, что мне нужна благодарность, а потому, что я делаю, потому что я Хасид Рэбэ. Он говорит, я все равно хочу, скажи, как тебя отблагодарить. Я знаю, я тебе скажу, как меня отблагодарить. Если ты будешь одевать каждый день тфилин, это самая лучшая благодарность. Он говорит, я тебе скажу так. Я, у меня есть тфилин, да, у меня есть тфилин. Я его одевал только один раз в жизни. Я зайду в Айдхаббат, научусь одевать его снова Я не помню, как его одевать Я буду его одевать, только потому, что ты попросил Это будет моя благодарность Мало ли что, он говорит, я разрешу своей жене зажигать субботние свечи Тут он выходит, купит сигареты или еще чего-то, попросил остановить А водитель смотрит, а жена плачет Жена плачет, он думает, что она плачет, может растрогалась, может еще что-то Она плачет, плачет, говорит, что я вас чем-то обидел, что вы плачете Он говорит, ты не представляешь, вы не представляете Я из религиозной семьи, ну как религиозной семьи, традиционной семьи У нас в доме всегда зажигали шаббатние свечи Я решила в этот раз тоже зажечь, как бы шаббатние свечи, как обычно Муж сказал, в моем доме этого не будет, все, что касается религии, в моем доме не будет И я уже много раз чувствую себя очень неудобно, потому что я не могу зажечь свечи и все остальное В какой-то момент я начал умолять, просить мужа, может у нас будет лучше, может будет радость Муж мне отказывал, я решил написать любаяческому рэбу Написал любаяческому рэбу, он мне не ответил Я подумал, что он мне не ответил, но я вижу, как он мне ответил Он не просто ответил мне в письме, он ответил мне на действие, как нужно сделать То есть это связь, которая просто двойная Рэба одному хасиду дал урок, другой хасид сделал это Это сказал этому, это сказал жене, это написал к рэбе, связь с рэбом Вот такая связь с рэбом И то же самое я видел, что Ют Далат Кислиев как раз делал меня Случайно что-то вышел в Ют Далат Кислиев Это свадьба рэбы, когда рэбе сказал, этот день связал меня с вами Давайте мы будем связаны с праведниками, будем двигаться вперед Рэбе будет двигаться нами так же и так же, как бы мы будем близки к нему Дай Бог, чтобы мы были ближе к нашему рэбу Рэбат Шаву Рэбат Шаву